Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Даша, я стилист и основатель школы Dash Style School. Сегодня одна из любимейших тем на моем канале про колготки. Несмотря на то, что видео про колготки я несколько раз уже записывала на своем канале, эта тема не теряет актуальности. Во-первых, потому что неправильные колготки всегда очень сильно портят образ, как бы все выверено у вас не было, неправильно подобранные колготки разрушат эту идею на корню. Второе, тренды на колготки тоже меняются, и поэтому я решила, что сейчас в преддверии будущего весеннего сезона очень актуально рассказать о том, какие колготки сейчас актуальны, потому что совсем скоро мы захотим с вами уже снять теплые брюки, шубы и надеть более легкие пальто и вместе с ними платье, поэтому колготки будут очень и очень актуальны. Но поскольку новые тренды на колготки очень интересные, классные, я очень рекомендую их вам тоже применять. Поэтому, если вам эта тема интересна, если вы носите юбки, платья, то обязательно оставайтесь смотреть это видео. Самые универсальные колготки на века, которые никогда не выходят из моды, это тонкие полупрозрачные колготки. Моя любимая плотность это 8-10 ден. Такие колготки идеально смотрятся на женских ногах, потому что они делают ее более изящной. Именно полупрозрачные тонкие колготки создают такой визуальный эффект, что по бокам нога затемняется, а в середине она более светлая. Соответственно, нога за счет этого выглядит стройнее. Поэтому, если ваша задача, чтобы ножки выглядели изящнее, выбирайте именно полупрозрачные колготки. Идеальные цвета на каждый день это цвет фуму. Он такой коричневый, ноги будут смотреться загорелыми. Или же цвет антрацит. Это более мягкий цвет, чем черный, при этом ноги смотрятся темными. И этот цвет гораздо более гармонично смотрится в повседневной жизни каждый день, чем, например, черный цвет. Поэтому фуму и антрацит мои самые большие любимчики. И на самом деле именно эти цвета, если они тонкие 8-10 ден, их можно сочетать абсолютно с любой одеждой. И со светлой, и с темной. И у вас практически не будет с этим сложностей, что с чем носить. Черные полупрозрачные колготки лучше всего подойдут на выход. В будни лучше остановиться на черных плотных колготках. Мы сейчас об этом тоже поговорим. А вариант телесные колготки лучше оставить для офиса или для каких-то официальных мероприятий. Официальных имею в виду те мероприятия, где обязательно поддерживают деловой дресс-код и выглядеть очень собранно согласно какому-то протоколу. Ну и телесные колготки всегда хорошо смотрятся, если на них нет вообще никакого блеска. То есть самое главное, чтобы они были максимально тонкие и максимально матовые. Потому что идея прозрачных колготок именно в том, чтобы их не было видно, как будто бы нога голая. Так вот, чтобы она выглядела, как будто бы она голая, важно, чтобы они не облестели. Плюс блеск на колготках удешевляет образ и нога в них выглядит полнее. Поэтому полупрозрачные, тонкие, матовые и правильного цвета. Вот главные правила при выборе колготок. Теперь давайте перейдем к трендам. Это в том случае, если вам обычные полупрозрачные колготки уже поднадоели, и вы хотите поэкспериментировать с образами, и вообще вы девушка смелая, и хотите идти в ногу со временем. Тогда мы выбираем полупрозрачные колготки с принтом. Какие варианты принтов бывают? Первое. Колготки в клетку-сетку. Это такой вариант колготок, когда сетка нарисована. То есть голых участков нет. Такие колготки очень легко вписать в обычные образы. Они сделают их просто чуть более интересными. И в то же время, если вы любите играть с принтами, вы можете такие колготки добавить каким-то принтованным юбкам или платьям. И это тоже будет смотреться очень здорово. Потому что клетка на самом деле сочетается абсолютно со всеми вариантами рисунков. Поэтому не бойтесь, такие колготки максимально универсальны. Второй вариант принта на колготках, который хорошо вписывается, не требует никаких дополнений и вообще подойдет абсолютно подо все, это колготки в мелкий горошек. Я их просто обожаю. У меня всегда такие есть в гардеробе, потому что они смотрятся гораздо более интересно, чем просто обычные колготки. Такие колготки можно носить и в офис, если у вас не строгий дресс-код. И они классно впишутся в гардероб casual и в романтичный гардероб. В общем, всегда будут отлично смотреться. Кстати, если вы хотите что-то поинтереснее, можно взять колготки не в точечку, а, например, в мелкое сердечко. Тоже будет очень здорово. Можно сказать, что это уже классика жанра, поэтому носим. Следующий вариант – ажурные колготки. Это экстравагантные колготки на каждый день. Да, вот такая вот забавная формулировка – экстравагантные колготки на каждый день. По факту, они не требуют какого-то особенного наряда, могут быть надеты абсолютно совсем, даже самым минималистичным гардеробом, но они сделают его более интересным. Больше того, такие колготки, по сути, станут акцентом в образе и, в принципе, можно за счет этого и сыграть. Если ваши ноги достойны того, чтобы привлекать к ним внимание, тогда выбираем ажурные колготки, а остальная одежда станет фоном этого образа. Все внимание будет точно на них. Единственный нюанс – такие колготки, к сожалению, слегка увеличивают ногу, но если вас это не беспокоит, и вам не обязательно делать свои ноги стройнее, почему бы и нет? Еще один вариант очень модных сейчас колготок – это колготки с логотипами. Логомания до сих пор в тренде и не собирается никуда отступать. Все модницы мира сейчас пользуются именно этим приемом, и, по сути, это те же самые колготки в точечку, но только вместо точечки там используются небольшие логотипы. Очень здорово смотрятся, за ними все гоняются, поэтому, если вам удастся такие колготки урвать, обязательно носить. Ну и последний вариант трендовых колготок – это плотные колготки с принтом. Вообще, очень много дизайнеров в этом году предложили носить такие колготки. Как их носить? Нужно, чтобы колготки с принтом вторили принту в одежде. Будет получаться такой монообраз, но в этом-то и фишка. Подойдет для каких-то мероприятий, подойдет для ситуаций по случаю, для фотосессий, и это однозначно образ для самых-самых смелых. Самое главное, чтобы такие колготки были плотными, тогда будет смотреться просто супер. Теперь давайте поговорим про плотные колготки. Плотные черные колготки – это, конечно же, классика жанра. Идеально смотрятся плотные черные колготки, например, с юбками мини, потому что они снижают градус сексуальности в таких юбках. Если вы носите мини, то плотные черные колготки просто must-have в вашем гардеробе. Единственный нюанс, что плотные колготки, чем они плотнее, тем более объемные смотрится в них нога. Поэтому, если вы не хотите ноги увеличивать, выбирайте плотные, но не слишком. Особенно классно смотрится такой вариант мини-юбка и плотные черные колготки на девушках с прямым типом фигуры, потому что ноги – их самое главное достоинство, и показать их таким образом – просто отличный вариант. И еще обязательно возьмите на заметку модную фишку. Очень эффектно смотрятся плотные текстурные колготки с каким-то рисунком, с тонкими вещами, с тонкой струящейся летящей одеждой. То есть все наоборот, не как мы привыкли. Обычно мы выбираем более плотную одежду и более тонкие колготки, а сейчас мы будем с вами делать совершенно наоборот. Плотные текстурные колготки и легкая ткань. Смотрятся очень свежо, нестандартно и позволяют как раз проявить ту самую грань моды, когда все переворачивается с ног на голову. Самое главное запомнить, что колготки – это не то, на чем стоит экономить. Много раз уже доказано на практике, что недорогие колготки рвутся чаще, выглядят хуже, и на деле это может оказаться даже дороже, чем колготки более высокого ценового сегмента. У меня, например, есть колготки, которые живут у меня по нескольку лет в гардеробе. Я, конечно, не так часто ношу колготки, но те, которые ношу, реально живут у меня годами. Потому что более дорогие бренды используют другое переплетение нитей. Если вы, например, даже зацепите, к примеру, брелоком от ключей, вы сможете также легко их расправить и носить дальше. Поэтому дорогие колготки прослужат вам на порядок дольше, чем дешевые. Ну и, как правило, у дорогих колготок плоские швы, а значит, они незаметны под одеждой и будут смотреться гораздо более деликатно. Поэтому, девочки, не экономим на себе, выглядим здорово, классно, ну и буду вас ждать в своей школе, в Инстаграм. Подписывайтесь, у нас каждый день там урок, а раз в неделю я делаю прямые эфиры с разборами образов подписчиц. Присоединяйтесь и будем видеться не только на Ютубе, но и в школе, в Инстаграм. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, делитесь им со своими подругами. Ну и увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»